Все было спокойно и ожидаемо, не то что на Украине все было спокойно и ожидаемо, не то что на Украине в Одинцовском городском округе выбрали депутатов. 1. Коммерсант от 22 апреля 2019 года, 15-10. По итогам состоявшихся в воскресенье первых выборов депутатов Совета, созданного по итогам проведенного в Подмосковье укропнения территории Одинцовского городского округа Подмосковья, большинство голосов набирает «Единая Россия». При явке в 18% кандидаты партии власти набрали по списку 40,97% и выиграли по многомандатным округам. На отдельных участках в Барвихе, которая сопротивлялась укропнению, явка составила менее 5%, а победу одержали коммунисты. Во Близберкоме довольны общими итогами выборов. Все было спокойно и ожидаемо, не то что на Украине, заявил твердый знак глава МОСа Близберкома Илья Березкин. По предварительным данным, 27 мандатов из 40 в Одинцовском городском совете, 30 депутатов избирались по пятимандатным округам и 10, по партспискам, получат кандидаты «Единой России». За список единороссов проголосовали 40,97% избирателей. При этом источник твердый знак, близкий к региональному избиркому, говорит, что представителей партии и власти в Совете будет еще больше, во фракцию войдут и победившие самовыдвиженцы, которые баллотировались в многомандатных округах. По данным МОСа Близберкома, явка на выборы 21 апреля составила около 17,7%. Это чуть больше, чем на выборах в городском округе Подольск – 17%, и Солнечногорский – 16,65%, где 14 апреля также выбирали новые советы после проведенного в Подмосковье укрупнения территории и создания городских округов. Напомним, Одинцовский городской округ был образован по указу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 9 апреля, в него вошли Одинцовский район со звеней городом и многочисленными селами и деревнями Барвихинского сельского поселения. Как в Одинцовском городском округе готовились к первым после укрупнения выборам. Было мало испорченных бюллетеней, 1667, твердый знак, голоса четко распределились, люди приходили на участки голосовать за конкретных кандидатов, сказал твердый знак глава МОСа Близберкома Илья Березкин. По его словам, это показали и голоса, отданные за самовыдвиженцев, их, по предварительным данным, проходит трое. Явка в 18% была примерно одинаковая во всех муниципалитетах нового городского округа, заявил господин Березкин. Все было спокойно и ожидаемо, не то что на Украине, в Барвихе по пятимандатному округу, который включает в себя сельское поселение, избралось четыре единороссые глава Барвихи Сергей Тиняев, ППРФ. Жители Барвихи на публичных слушаниях выступали против слияния с Одинцова, СМ. Твердый знак от 16 ноября и 29 ноября 2018 года, а Сергей Тиняев заявлял, что будет до последнего оспаривать решение о создании городского округа, вплоть до обращения в ЕСПЧ. Недовольство было связано с утратой контроля над бюджетом почти в одном миллиарде рублей. Почему Барвиха хочет жить отдельно? Все избирательные участки в Барвихе были оборудованы каебами, на каждом участке было по несколько наблюдателей, почти на каждой ОИК, от Единой России и КПРФ, и сотрудники полиции. Однако меры безопасности явно были чрезмерными, на некоторые участки за весь день пришло только около сотни человек. Так, на избирательном участке номер 3948 в здании администрации Барвихинского поселения к часу дня из почти тысячи включенных в списки избирателей проголосовало только 50. Избирателей не привлекали на выборы ни баннер, ни музыка из колонок. Председатель УИК Никита Синельников сказал, что именно тут проголосовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и предприниматель Тимур Клиновский, который владеет несколькими крупными участками в Одинцовском районе. По словам главы УИК, к участку относятся элитные коттеджные поселки Барвиха-Клаб, Барвиха-2, Раздоры, а их жители на местные выборы почти не ходят. На президентские выборы к нам голосовать и Аркадий Новиков, ресторатор, твердый знак, и Игорь Матвиенко, продюсер, твердый знак, и известные актеры приходили, рассказал он, но это был другой масштаб, а большинство людей в элитных поселках официально прописаны в других местах. Всего на главном участке Барвиха проголосовало 142 избирателя, явка 14%, 73% из которых отдали голоса КПРФ и 16,2% Единой России. Не стремились на участки избирателей и на других участках вдоль Рублево-Успенского шоссе. На УИК номер 3908 в Жуковке в Доме культуры между двумя 10-метровыми заборами, члены УИК сказали твердый знак, что местные жители даже не знают, кто там живет. На выборы ждали экс-президента СССР Михаила Горбачева и певица Алсу Изару. Однако вместо именитых жителей элитных районов в комиссию приходили пенсионеры и возмущались, что в бюллетене никого не знают, никто про себя не рассказывал и для поселка ничего не делал. Наружной агитации было крайне мало, вдоль дорог и около участков остались призывы, выбор в интересах каждого. К часу дня явка на участке не превышала 1%, а к концу дня составила 13,5%. Единороссы в Жуковке получили 33%, на втором месте, коммунисты, 20,25%. На участке номер 2074 в поселке Горки два члена комиссии сказали твердый знак, что не дождались на голосование министра обороны Сергея Шойгу. Явка составила 4,9%. Как мысабол дума сразу в трех чтениях приняла решение о создании Одинцовского городского округа. Близкий к региональному избиркому собеседник твердый знак утверждает, что жители этих территорий состав Совета депутатов нисколько не волнует. Любые местечковые проблемы они решат и так. Потекшая канализация или отключенная вода их не беспокоит. А для решения серьезных вопросов в Совете всегда есть депутаты, которых попросили избраться обеспеченные товарищи. Один из экс-депутатов Барвихинского поселения сказал твердый знак, что несколько недель назад состоятельные жители Силаусова безвозмездно предоставили местным властям экскаваторы для рытья котлована, и в четверг был открыт водозаборный узел. Такая система взаимодействия местных жителей и властей, по его словам, будет действовать и при новом составе депутатов Одинцовского городского округа. Лада Шамардина